Да, амэн, слава Богу, всегда Богу слава, во всякое время. Так, сейчас я соединюсь, нужен интернет, да, аллилюя. Вообще-то думал, что пройдем по вопросам последние темы, но потом подумал, что может быть кто-то еще не ответил на вопросы. Поэтому прошу, чтобы вы до следующего четверга ответили на прошлые вопросы, потому что чем дальше мы потом уходим в другую тему, но потом забывается, и трудно ответить потом. Следующий четверг мы пройдемся по последней теме, и сегодня мы начинаем следующую тему. Это все тоже еще вера, но в другой теперь, в другой как бы Акцент, наше тему. Веспытание веры называется наше тему. Это наш тему. Да, такая тема актуальная. Очень актуальная тема, eigentlich immer. Может быть будут ответы почему, зачем. Потому что это такая не очень приятная тема. Потому что это такая не очень приятная тема. И хочется конечно всегда верить и побывать, когда все круто, все классно, все победа. И это так должно быть, да. Это должно быть все равно победители. Мы все равно победители. Да, не важно, что происходит, самое главное победа, она уже исполнена, она уже совершилась. И все, что здесь еще происходит, это все такие детали. Это только детали. Такое высказывание, псалмопевца, вообще даже лучше читать сначало, потому что там речь идет о его желании, о его стремлении, о его сердце, о его сердце, которое тянется к Богу. Давайте лучше со второго стиха чтобы оно так не грустно, чтобы оно так не грустно, как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Какой хирш лечит на водопече, со лечит, моя Сила, о Готт, на Ти. Жаждет душа моя к Богу, крепкому, живому. Моя Сила дюрстит на Бог, на демленном Боге. Когда приду и явлюсь пред лице Божье, вам, когда я приду и появляюсь, и во Вангесистое Господь, это можно так чуть-чуть подчеркнуть, это можно так чуть-чуть подчеркнуть, это можно так чуть-чуть подчеркнуть, я думаю, что мы будем следующие воскресные проповеди говорить об этом. Почему важно лицо Божье? Потому что лицо Божье очень часто подчеркнет на Писание. И четвертый стиль, вот он здесь говорит, да сприхнет он сейчас, который желает к нему, я так понимаю, что с этим человеком все нормально в духовном, с этим человеком все в порядке, в духовном состоянии. То есть если человек жаждет Богу, это верующий человек. Это не просто какой-то прихожанин, это не тот, кто ищет своего, а это тот, кто ищет Бога. Это настоящий верующий. И вот он говорит, слезы мои были для меня хлебом день и ночь. Такая не очень интересная картина. Это не очень интересная картина. Ночь и день. День и ночь. То есть какой-то продолжительный процесс был. Это был продолжительный процесс, когда слезы проливал. Когда говорили мне всякий день, то есть не один день, а какое-то количество дней. Здесь речь не идет о каком-то плохом дне. Когда какая-то новость пришла неприятная. И он расплакался. И через час его успокоили. Дали ему мороженое. И он такой уже довольный, счастливый. Он говорит здесь всякий день, то есть какое-то количество дней, продолжительный процесс. Говорили мне, где Бог твой? Странный вопрос. Ну я плачу, у меня проблемы. Причем здесь Бог? Бог там, где он есть. Он никуда не делся. Он везде вообще-то. Он все ведущие, все знающие, везде пребывающие, вездесущие. Ну вот такой вопрос задается. Где Бог твой? То есть почему он тебе не помогает? Почему ты в таких проблемах оказался? Почему у тебя такая ситуация? Причем это уже многие дни. Не один день. Не один день. И на этот вопрос Иисус отвечает Матфея шесть дней. Так, чтобы мы понимали, слова Иисуса это всегда истина. Он говорит, он учит учеников молиться. Он учит учеников молиться. Vater, unser Vater, потому что ты ты в небе. То есть с Богом все нормально. Он на троне. Он сидит. Он везде пребывает. Духом своих святых. Его царство работает. Его ангелы трудятся. Некоторые люди трудятся. Менши Menschen получили откровение. Но все же есть такая борьба. И это допускается Богом испытания нашей веры. Прюфungen von unserem Глауб. Каждая вера будет испытана. Она Богом дается как Семя. Затем это все взращивается. Это все устраивается. Это все устраивается. Мы с вами проходили все эти процессы в этой школе. Вера от слышания. Слышание от Слова Божьего. Слово Божье поселяется внутрь нас. Утверждается. Компания в нас. Вод в нас. Верт в нас. И все эти откровения из духовного мира через Божье Слово, через Святой Дух. Это все устраивает внутри нас веру. И затем приходит время, когда вера будет испытан. Когда вера будет испытан. Каждый человек проходит испытание веры. И есть три главных таких направления. И три уровня, где испытывается вера. Водя Глава gepрифт. Три уровня, три направления. Первое. Это по вертикали. Это вертикали. Вера в моего Бога. Глава ан Майн Гот. Это самый первый уровень. Как только Человек приходит к Богу, когда человек приходит к Богу, и получает откровение, что Бог есть, начинает верить. Сразу же. Первое. Что attackует Сатана. Это первое. Что attackует Сатана. Да ты это все себе придумал. Ах, это все. только люди тебе сутан говорил. Все это Квачь. Все это Квачь. Это все не работает. Это все. Что делать не работает. И самое первое. Что Дякую. Атакует. это отрезать тебя от верхнего уровня веры, чтобы отсоединить тебя от небесного Отца. Второй уровень. Второй вариант. Вторая сфера, где испытывается вера, это Бог внутри нас. Царствие Божие внутри вас есть. Царствие Божие это не пища и пидео, но это мир, праведность и радость, вас в том духе и это все есть внутри вас. И это то, что Дьявол атакует. Он говорит, да ты недостоин, Бог тебя покинут, ты его не слышишь, он с тобой не говорит, и так далее, и тому подобное. Через какие-то обстоятельства, атаки, грехи, соблазны, Дьявол пытается закрыть источник внутри тебя, чтобы вот эта связь внутри с Богом разорвалась, чтобы разрушить веру в то, что Бог есть внутри тебя, чтобы ты поверил в то, что ты одинок, что ты никому не нужен. И третий уровень, это испытания по горизонтали, Бог, который в ближнем твоем. Бог, который живет в твоем Партнере, в твоем Патре, в твоем Патре, в твоем Патре, в твоем Патре, и так далее. И так далее. И мы поговорим, сегодня мы поговорим, о общих таких чертах, для чего вообще испытывается вера, почему она испытывается, почему она испытывается. И следующий Четверг мы пройдемся по этим трём уровням. Я не знаю, сколько мы успеем, один, два, все, три. Мы посмотрим. Я не буду затягивать. Но сегодня мы поговорим вообще, для чего испытывается твоя вера. Что говорит об этом Писании? Это неприятный процесс, как я уже сказал. Я еще ни одного человека не видел, который бы сказал, о, я так хочу, чтобы Бог испытал мою веру. Я не знаю, чтобы Бог мой Глаум прüft. Ни одного не видел. Я не видел. Якова 1, давайте откроем. Якова 1, 2. 2. 4. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. мои брюды, achtет из-за лаута фреуде, в ней манчай лаута фреуде, да, манчай лаута уже, да, манчай не клатчен, просто, сразу, без всяких разговоров. Оно как радостью, как радостью, при чем такое слово, впадаете в различные искушения. манчай 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 гранат, манчай манчай фальт дарай, третет дарай. шел, шел, куда-то в лау, рухнулся с мусором, с каким-то, манчай 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 Это не просто. Мне нужно себя реально заставить радоваться. Потому что оно само не радуется. Само по себе вообще не радуется. Само по себе охота ныть куда-нибудь. Врятаться от всех, чтобы тебя никто не трогал. Потому что они же еще приходят и спрашивают. Где твой Бог? Ну, не все так открыто делают. Не все так намеками. И дальше он рассказывает, зачем, ну, чему радоваться. Причем в различные искушения. Не одно какое-то искушение. Не только одно, но и различные искушения. Зная, третий стих, зная, то есть мы должны это знать. Нужно это понять, что испытание вашей веры производит терпение. В немецком написано, такую тверду устойчивость. И в принципе оба этих значения, в русском написано, терпение, они оба, ну, это синонимы, и терпение тебе и дано, для того, чтобы твердо устоять каких-то обстоятельствах. standhalten kannst и вот нам нужно понимать, что испытание веры производит терпение. То есть там происходит какой-то процесс производства. там что-то производится, там что-то да, entsteht вот, а по-русски я не знаю, как это сказать. Оно появляется, да, появляется. Мы должны понимать, что терпение или вот эта устойчивость, способность выдерживать, оно не приходит как какой-то особый дар. Это плод духа. Это плод. Это плод всегда связан с каким-то процессом возрастания. И вот здесь мы видим взаимодействие. Мне нужна вера. И эта вера еще и должна быть испытана, для того, чтобы в этот момент начало производиться терпение внутренне. То есть если у меня нет веры и ко мне пришли испытания, то у меня терпение не будет произведено. У меня может быть произведено тогда разочарование, страх какой-то, что я попал в какие-то обстоятельства. Понимаете? То есть без веры мы в этот процесс вообще, ну, не в состоянии войти. Поэтому вера так важно. Потому что без веры Бог угодит невозможно. Потому что без веры Бог угодит невозможно. То есть без нее вообще ничего не работает. Вера это как валюта в духовном мире. Это как вот тебе доно и ты этим приобретаешь. Ты сможешь верой приобрести терпение. И если ты достойно пройдешь испытания. и это написано в следующем Ваше терпение должно иметь совершенное действие. То есть это связано с действием. Это не просто сидеть и терпеть. Иногда надо просто сидеть и терпеть. Ничего не делать. Ничего не делать. Но ничего не делать. Это в тот момент тоже делать. Потому что все твое естество внутри хочет что-то делать, а ты не делаешь. Понимаете? И это ничего не делать. Это огромное дело, которое ты делаешь в этот момент. Я не знаю, понятно это или нет. А иногда нужно делать. Когда не хочется ничего делать. Когда уныние напало. Когда она напала на тебя. Депрессия. Ничего не хочется. Все. Руки опускаются. Сил нет. В этот момент вера должна в вот этом устойчивости начать что-то делать. То, что ей Дух Святой будет открывать. И опять мы возвращаемся к этим принципам. Через то, что я соединен с Богом. Мне из духовного мира приходят откровения в мой дух и дает мне пошаговую инструкцию, что мне нужно делать. И это будет совершенное действие, которое мне нужно будет делать, чтобы вы были совершенны во всей полноте. Без всякого недостатка. Это есть цель. Это процесс возрастания. Это процесс совершенствования самого себя. во всей полноте. Это процесс во всей полноте. Когда Бог тебя преображает в свой образ. Он тебя научает. Он дает тебе откровения. Он дает тебе откровения. У тебя появляется вера. Ты получишь вера. А затем приходят испытания. И практическими делами ты имеешь возможность преобразоваться. У себя самому себя к тому, что Дух Святой работает с тобой, а ты идешь с ним вместе в этом пути. Римлянам 5 давайте еще откроем. Римлянам 5 3. 3 стих до этого было Якова 1, 2, 4 было до этого и теперь Римлянам 5 с 3 по 5 до этого стиха в первом и втором стихе Павел говорит, что мы оправдались верою опять с верой все начинается и мы имеем мир с Богом и этим мы хвалимся и мы пралим и мы оправданы Бог нас спас Бог нас оправдал это все через веру я ничего для этого не сделал мне это все даровано это все правильно это нужно делать но в третьем стихе он говорит но в третьем стихе он говорит но не только хвалимся и скорби но мы рюмем нас в Бедрэн то есть не надо прятаться не надо не надо чувствовать себя как-то неудобно не надо стыдиться если ты проходишь трудности давайте мы вместе скажем не надо стыдиться когда я прохожу трудности потому что Павел говорит я этим хвалюсь когда у меня трудности а у нас что приболел мы sind кранк geworden и человек не видно не слышно а что обо мне подумали или там проблемы с финансами или там я не знаю все равно какая проблема и человек боится это сказать опять подумать что я согрешил то значит, что у тебя что-то есть, что можно украсть. И чем больше он тебя долбит, тем больше у тебя есть, тем больше у тебя есть. И Павел, когда он на себе пишет, вот, ну, там почитать надо про него. Я думаю, что потом почитаем. Я думаю, что потом почитаем. Как он несколько раз в кораблекрушение попадал. Как его палками били. И так далее, и тому подобное. Иудеи несколько раз заклинали себя, что они убьют его. Этот человек, он как бы, я не знаю, грешил он, не грешил. И кто-то дьявол доступ нашел в его жизни. И кто-то нашел. И в этом сейчас дело. Но не дадрум geht это сейчас. Дадрум geht это сейчас, что он говорит, я хвалюсь скорбями, я рюме меня с Бедрэймами. Скорби — это что-то плохое. Это где мне приходится терпеть. Где не все так здорово, как хотелось бы. У нас не все так здорово, как хотелось бы. Зная, да, опять это слово зная, то есть я понимаю это, я знаю, он хочет, чтобы мы это знали. Он хочет, чтобы мы это знали, что от скорби происходит терпение. От терпения происходит опытность и от опытности надежда. Ди бедрэйм, но вероятно. Вот это слово бедрэйм в немецком, если Лютера открыть, там написано «эфарунг». Именно вот опытность. Ну бедрэйм, это тоже как бы поставили знак, что ты прошел. Ты сдал. Ты состоялся. Ты успел. Это опытность. Это способность. Это знание, которое ты можешь теперь применять на практике. Вот что нам нужно всем. Я пришел на работу, мне все объяснили, мне все показали. Я полгода ездил со своим коллегой, по всем кудам, смотрел, как это все делается. А потом мне дали адрес, дали запчасти, сказали теперь едь и делай. И там началось. И там началось. Скорби вначале начались. Анфесты, Бедрэйм, потому что я не знаю, как это делать. Я не знаю, как это все это все работает. Мне это пять раз объяснили. Это мне пять раз объяснили. Но я уже не помню. Но я уже не помню. А я уже ни разу этого не делал. Потому что я это не делал. Я теоретически как бы знаю. Я теоретически как бы знаю. И я начинаю там пытаться. И это начинаю заст…. И из первого раза все получается together. И это не в первый раз. Особенно, мне любим. Слава Богу, я еще ничего не сломал. Но, серьезно? Я всегда молюсь. И он помогает, слава Богу. Но этот момент, мы все его проходим, и поначалу трудно, и поначалу не хочется, когда тебе говорят, ты смотришь, там надо искать ошибку, вообще понятия не имею, что там. А мне говорят, вот именно так ты научишься. Я думаю, ну классно, ребята, вам-то легко в бюро сидеть, на компьютере печатать. А мне возле Кунда вот так вот стоять под детьми. Но так научаешься, когда ты перебарываешь страх, перебарываешь Неуверенность, перебарываешь то, что тебе говорят, у тебя не получится, ты никогда это не делал, ты сейчас все испортишь и так далее. Это всегда вот здесь жужжит. Но у Бога есть Слово. Он говорит, я тебя туда привел. Я тебя веду. Я тебя научаю. У Якова, там дальше, если мы читаем, идет речь о терпении, о испытании. И следующий стих, там было написано, у кого мудрости не хватает, тот допросит у Господа. Понимаете? Это, когда мы идем в этом процессе, когда мы не знаем, что делать, а Бог нас все равно туда посылает. Он с нами начинает, еще более интимные отношения в этот момент. Потому что в тех отношениях, в тех ситуациях, я начинаю к нему по-настоящему звать, потому что я его там по-настоящему в нем нуждаюсь. Понимаете? Конечно, я могу сказать, я не поеду, я это не знаю, я это не учил. Но так ничему и не научишься. Вот так христиане выпрыгивают из этого процесса. Бог хочет их вести. А они говорят нет. И они говорят нет. Я не хочу скорбить. Я не хочу страдать. Я не хочу страдать. И это то, из-за чего христиане застревают в этом процессе. Нужно расти, а роста нет. Потому что рост приходит именно в эти моменты, когда ты преодолеваешь, ты преодолеваешь страхи, Неверия, Сомнения, Уссущества, и проходишь эти нелегкие какие-то вещи. И от терпения приходит опытность, Erfahrung, да, приходит от терпения. И от терпения. И от терпения приходит не сразу. В некоторых сферах люди делают ошибки. В некоторых сферах делают ошибки. То есть Бог научил, Бог сказал, как делать. И у него есть сложившийся образ мышления. И попадая в эту ситуацию, где Бог хочет испытать теперь веру человека, то есть вера опять, это не просто знать, что Бог есть. Это послушаться, уповать на Бога, и быть Ему верным в этой ситуации. Мы должны вот это слово верить всегда связывать с тем, как оно по-еврейски. Это полное упование и полное послушание. То есть верность. И вот Бог нас приводит в эти обстоятельства. И Он теперь хочет испытать нашу веру. Будут ли наши действия совершенными, так как написано в Писании? И, ну, я себе вам сейчас рассказываю. И иногда ты просто по накатанной, как обычно. И ты не сдал экзамен. И скорби продолжаются. И скорби продолжаются до тех пор, пока это не выработает совершенные действия внутри тебя. Как эти Евреи 40 лет по Пустыне. Бог ожидал от них, что все-таки с пятого раза они все-таки послушаются. У него очень большое терпение. Очень большое терпение. У Бога такое терпение, что у нас всех вместе взятых столько нет. Поэтому можно долго в скорбях находиться. Но не советую. Я советую, чтобы у нас появлялась опытность, через терпение, через то, что в терпении мы не делаем то, что диктует нам греховная плоть, не то, что диктует нам наши эмоции, не то, что диктует нам какой-то сосед, который тоже в такой же проблеме диктует, где он там масло в огонь потребляет, а то, что говорит на Дух Святой через Писание. Еще будет одна просьба, прочитать 4. Царство, 18. Главу. Это 2. Кюниги. 18. Капитль. Прочитать полностью. Прочитать. Промагия. Я думаю, что, может быть, кто-то еще не читал. Я думаю, что, ну, чем-то еще не читал. Прочитать также изходит, как Моисей приводил еврейские народы из Египта. Я верю, что вы это читали, но может быть кто-то не читал. Это написано в книге Исход. Это написано в книге Исход. Там довольно много. Там вот эта вся история, как Моисей вывел народ из Игипта. Это Исход с пятой по четырнадцатую главу. Просто там идут именно вот эти примеры, как вера была испытана. Как Бог допускал какие-то вещи, для того, чтобы испытать веру людей. Второе Петра давайте еще откроем. Первый стих, первая глава, извиняюсь, второе Петра. Второе Петра, первое Петра, первое Петра, первое Петра. Эта школа, она строится одно на другое. Мы с вами проходили вот этот третий стих. Здесь написано, что от божественной силы нам все даровано, велике обитование. Помните, я задавал эти вопросы. Вместе с этим, я задавал эти вопросы. Вместе с этим, я задавал эти вопросы. Теперь на это дальше накладывается. Следующее. То есть, опять же, как Павел в Римлянам говорил, мы молимся то, что вера и оправдались, и что мне все это даровано. Но так же молюсь и хвалюсь, аскорбяк, аскорбяк. Вот так же и здесь Петра. В третьем стихе он говорит о том, как нам все даровано. В четвертом он говорит, что мы сделали соучастниками божественного естества. А в пятом, потом он говорит дальше. И в пятом он говорит дальше. То теперь вы, прилагая к всему все старание, то сетст именно deshalb allen эйфа daran, покажите вере вашей добродетели. То есть, вот вам все даровано. Тебя снарядили. И мы вчера так затронули на домашней группе, что есть два разных как бы... Два разных вида благословения, если так можно назвать. Первое, это благословение по благодати, то, что мы не зарабатываем и никогда не можем заработать. Это наше прощение, это наше искупление, это дар святого духа и все, что нам даровано от Бога. И все, что нам даровано от Бога, мы это не можем заработать. Это по благодати нам все дано. Потому что Бог так вас хотел, вас желал, он сам заплатил и он сам этим нас нарядил. И теперь у нас есть возможность, мы приняли эти Дары, эти Таланты. И теперь мы это можем употребить, для того, чтобы прославить Его. И теперь идет закон Сеяния, закон Ухаживания, поливания, вырастания и пожинания. Закон Сеяния и Жатвы. И мы должны понимать, что это два разных вида, как Бог нас благословляет. И не нужно это путать. И не нужно зарабатывать прощение и вечную жизнь и дар Духа Святого. Это нужно принять верою от Бога. Но не надо ждать, что Бог тебя благословит, если ты ничего не сеешь и ничего для Него не делаешь. Понимаете? То есть нужно, ну, эти вещи видеть объективно, как это написано в Писании. И вот об этом здесь Петр и говорит. Теперь вы прилагайте старания к тому, что вам все даровано. Не просто сидите и ничего не делайте, и ожидайте, что вам все с неба упадет. Покажите теперь в вашей вере добродетель, то есть действия какие-то. Дела веры теперь должны последовать. Если ты по-настоящему уверовал, по-настоящему Божью силу принял, то по твоим делам это будет видно. Ты не сможешь просто так сидеть. Ты не сможешь просто так сидеть. Тебя начинает переть. Ты хочешь что-то делать. И в добродетели рассудительность, это следующий уровень. Но это слово рассудительность, его нужно объяснить. Рассудительность, это способность мыслить и делать правильно. то есть не делать все подряд, что доброе, или что в твоих глазах доброе, а именно показать рассудительность, то есть Богу это угодно, нужно это делать или нет. И в рассудительности воздержание, шестой стих, воздержание, то есть здесь уже пошла работа над своим характером. Здесь уже пошла работа над своим характером. То есть если мне открыто, то есть я начинаю рассуждать, давайте мы еще раз просмотрим всю эту цепочку, потому что в этом есть определенная последовательность. То есть нас Бог снарядил, все нам даровал, для того, чтобы мы жили, жили благочестиво, для жизни Божьей. Теперь он говорит, начинай стараться, начинай что-то делать, начинай делать, что-то для Бога, то, что ты можешь, то, что ты видишь. Потом ты начнешь распознавать, что правильно, что нет. Пока ты не начал ничего делать, ты так и будешь сидеть и этот процесс у тебя никогда не пойдет дальше. Понимаете? Это происходит с людьми, которые пришли в церковь, и они такие, ну я ничего не знаю, я ничего не могу, мне ничего не открыто, мне Бог не открывает, где он меня видит. А здесь написано, сначала старание приложи, сначала начни что-то делать, и потом включается рассудительность. Эркентность приходит на то, что ты начинаешь делать, и ты видишь, окей, это у меня получается, здесь у меня есть плод, а здесь, ну это явно не мое. Это не мое. И получается, что начинает открываться воля Божья. А затем в этом рассуждении, когда я начинаю рассуждать, я начинаю видеть, что нужно делать, что не нужно делать, и здесь включается воздержание. И здесь включается воздержание. То есть от чего-то мне нужно воздержаться. Что-то мне не надо делать. Игентство мне не надо делать. А что-то нужно делать. Для этого мне тоже нужно вот это по-немецки лучше сказано selbstbeherrschung, самообладание. Для того, чтобы сделать то, что надо делать. Понимаете, иногда не хочется делать то, что нужно. Такое бывает. Проснулся, и вот вообще не хочется. И тут включается самообладание. Здесь включается терпение. Здесь включается вот это вот старание, которое внутри тебя, оно начинает говорить, давай, подымайся. И Бог, когда ты начинаешь с этим соглашаться, когда ты начинаешь верить, и действовать, то Бог начинает вдыхать в тебя силу. Эта силу, которая тебе дарована, она начинает активироваться, она начинает через дела твоей веры. И вот потом написано воздержание терпение. Когда ты начинаешь себя, как это выразить, удерживать, где-то, или где-то наоборот подталкивать, когда David говорит, что ты унываешь, душа моя, давай славь Бога. То есть душа в этот момент вообще не хочет его славить. И в этот момент самообладание включается и говорит, давай славь его, даже если ты не хочешь. И через это начинает вырабатываться вот это именно терпение да, вот в немецком лучше выражено это устойчивость. Вот это вот, когда ты способен выдерживать. Понимаете, это и нужно Богу. Потому что, чтобы нас проводить через какие-то ситуации, поймите, что Дьявол просто так ничего не отдаст. Тьявол будет ничего einfach но это так. Это так. Надо отвоевать. Надо отвоевать. Когда Бог сказал, я даю вам землю, а потом говорит, идите и завоюйте ее. Подожди, так ты ждал уже. Да. Да. Но хочу, чтобы ты взял ее. Я дал, а ты взял. Я дам тебе и ты взял ее. Я хочу, чтобы ты познал меня, что я могуществен, что я тебе эту силу дам, чтобы ты ей пользовался. И вот Бог это закаляет внутри нас. И Бог закаляет, ну делает, делает очень таким сильным, hart внутри нас. Внутри нас. Вот это вот, вот это состояние устойчивости. И это все, ну, процесс. Это рост. Это начинается с малого, и потом по-большей, и потом по-большей, и потом по-большей, и потом по-большей, все по-мере рост. Бог не допускает больше, чем мы можем вынести. Если ты в каких-то обстоятельствах, тебе нужно понимать, что у тебя есть Сила пройти это. Это то, что Дьявол также хочет разрушить. Это есть вера, то, что внутри тебя есть Дух святой, есть все необходимое для жизни и чтобы справиться с врагом, и из терпения исходит благочестие. Это конец шестого стиха. Благочестие это жить угодно Богу. Это жить так, как хочет Бог. И это самое большое благословение, которое можно иметь вообще в своей жизни. Научиться жить так, как угодно Богу. Еще раз, самое большое благословение это не тогда, когда кто-то тебя чем-то благословил, ты что-то пережил, и даже не исцеление, но это научиться жить жизнью угодной Богу. Аллилуйя. Амей. Итак, мы можем увидеть такую систему, которая, которая вырисовывается в Писании, вырисовывается также в жизни Иисуса Христа, в жизни апостолов, что, проходя скорби, скорби, но не только скорби. Я не хочу, чтобы мы так однобоко это видели. Испытание может прийти в виде благословения, в кавычках сейчас, когда человеку все даровано, у него раньше была нужда, и он постоянно взывал к Богу, он постоянно был от него зависимый, а потом раз нужда разрешилась, и он получил свободу, он теперь уже не зависит напрямую от Бога в этой сфере, и он говорит, ну, спасибо, до следующих встреч, это тоже испытание веры, это может быть богатство, это может быть исцеление, когда человек болел, и молился, взывал к Богу, потом исцелился, и Бог не нужен, очень часто это, когда у человека нет семьи, нет мужа, жены, и человек приходит в церковь, начинает молиться, и как только появляется семья, дети, Бог неинтересен, уже неинтересен, и так далее, это может быть разного рода испытания, это не только скорби, это могут быть какие-то предложения, куда-то переехать, что-то начать делать, не то, что хочет от тебя Бог, часто дьявол предлагает что-то взамен, это его тактика, и мы видим, что когда мы проходим через эти вещи, проходим правильно, проходим достойно, проходим так, как говорит слово Бог, может быть даже не с первого раза, со второго, с третьего, с пятого, неважно, но мы прошли этот путь, этот экзамен, то у нас появляется терпение, поймите, что ты сдал экзамен тогда, когда ты претерпел до конца в этой ситуации, ты не выпрыгнул из нее раньше времени, ты не решил ее по плоти, что потом опять тебя привело в ту же самую ситуацию, но ты прошел ее достойно, так, как говорил Бог, претерпел до конца, может быть заплатил цену, может быть пришлось там поститься, молиться, я не знаю, принести жертву или еще что-то, но ты прошел это достойно, у тебя в этой сфере появилось терпение, ты в следующий раз точно знаешь, когда ты победил, тебе нужно поступать так же, ты познал принцип, и ты начинаешь пользоваться, какое искушение не пришло, ты не клюешь на эту дешевую наживку, ты не клюешь на эти билые кюрды, кюрды, то есть Ял всегда предложит какой-то легкий выход из ситуации, это его хочет, но Бог говорит, претерпевший до конца, спасется, спасется, имеется ввиду, получит победу, поэтому очень важно, чтобы вот в этой ситуации, когда мы переживаем скорбь, претерпеть до конца, и через это приобретенное терпение мы обретаем опытность, в следующий раз, я уже точно знаю, у меня вначале, я просто сейчас беру пример, который мне в голову приходит, у нас было вначале, как мы только пришли в церковь, мы буквально через пару месяцев решили платить десятину, у нас не было много денег, у нас были долги, но мы приняли решение, мы будем отдавать десятину, мы будем десятину, и как только пришло время первого отпуска в этом году, в первом, в первом, когда в первом году пришло очень большое искушение, не заплатить десятину, не заплатить десятину, потому что если платишь десятину, то ехать в отпуск уже некуда, не на что, но у нас было тогда в то время, И искушение было очень большое. Вначале, когда ты только это пытаешься, ты выбираешься из прошлого опыта, из прошлых своих накатанных путей, это трудно. Тебе нужна вера. Тебе нужна молитва. Тебе нужна реальная поддержка, духа. Неважно в какой сфере. Финанс или это, исцеление или это, или еще какие-то другие вещи. И я помню, как было трудно отдать десятину, но ты думаешь, все, не по еду, урпус. Отдаешь. А потом бах с финансамта отдал 200, с финансамта 600 или 700. И ты думаешь, вау. И ты думаешь, вау. Вау. А как это работает? Да я так думал. И я думал. Но в тот момент, когда ты отдалешь, тебе реально умирать приходится для себя. Ты отказываешься от того, что тебе хочется. И это приносит скорбь. И это приносит терпение. И ты терпишь. Ну ладно, не поеду. Так уж и быть. А Бог увидел твое терпение. И у тебя появляется опытность. На следующий год. Та же самая ситуация. Ну у нас так было. И опять. И опять эти мысли. Они кружат. Но чао, они кружат. А manchmal кружат, где у нас еще слабые места. Довольт sieht, где у нас еще слабые места. И он туда нацелился. Он хочет туда бить. Он видит, ага, слабое место. Но здесь уже у тебя есть определенный опыт. Искушения есть. Опять эти мысли. Давай, ну один раз не дашь. Или хотя бы половину не дашь. Да кто узнает? Бог узнает. Дьявол узнает. Потеряешь опять господство Бога. Потеряешь твой статус. Раз рушишь то основание, которое было выстроено. И ты уже не, 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 не. Все, я отдаю. Я конечно уже больше верю, что я поеду в отпуск. Но даже если не поеду, все равно отдаю. И опять еду. И trotzdem фаре я. Поэтому этот принцип в начале это всегда неудобство, скорбь, умирание для себя. Оно производит внутри нас терпение, из которого потом производится опытность. Вы со мной? Или вы не согласны? Или вы не согласны? Стимте не за. Аминь. Хорошо. Итак. Альзо. Мы как служители Божьей. Мы часто бываем в таких вот американских горках, знаете. Ахтабан. Ахтабан. Да. То все супер. Аминь. То потом как-то... Вообще не поймешь, где ты, что происходит. И чем глубже, чем ниже, чем темнее, ты сильнее взываешь, кричишь. И раз опять свет приходит, и ты опять поднимаешься и видишь, а, не, окей, все нормально. Просто ну. Опять этот вопрос. А где твой Бог? Воистен Дайн Гот? Да. Бог на месте. И нам нужно понимать, что Бог нас никогда не оставляет. Даже если мы ошибаемся. Даже если мы что-то делаем неправильно. Он продолжает быть с нами и внутри нас. До тех пор, пока я, ну, конкретно уже знаю, что то, что он мне говорит, я просто это отвергаю и говорю, нет, я не буду делать так, как ты мне показываешь, как ты меня ведешь. Это может Духа Святого ну, блокировать. Так что ты просто перестанешь его слышать. Это не означает, что его в тебе больше нет. Это не означает, что его в тебе больше нет. Просто ну, я понимаю, что я понимаю, что когда ты говоришь десять раз одно и то же, человеком, и он даже соглашается, и он даже соглашается, но все равно делает по-своему, ты перестаешь ему говорить. Ты просто позволяешь ему делать то, что он делает, чтобы он через свои переживания увидит то, что он делает, и потом поймет, что правильно что нет. И я верю, что Дух Святой именно это же самое делает с нами. Он нас наставляет на всякую Іссину, он говорит к нам, он советет нам, он душе�ит, и он душецвитает, и он говорит нам. Но если он видит, что мы как вот Лошаки упрямые приемы дальше, он начинает, и он говорит, пробуй, посмотри, куда это все придет. И даже тогда нам нужно понимать, что он нас никогда не оставляет. Даже этот блудный сын, который расточил все свое имение, он оказался у корыта с рашками. То есть он все просадил, все, что у него было. Он грешил всеми грехами, которыми нельзя было грешить. Но Дух Святой его не оставлял. И в один момент, возле этого корыта с рашками, он ему говорит, у тебя есть рашки. Ты не надо умирать. Ты не надо жить этой недостойной жизни. И бах приходит от Осветления, Откровения. И человек начинает возвращаться. И человек начинает возвращаться. Мы должны это понимать. Мы должны так молиться. Мы должны так молиться. Как за себя, так и за наших близких. И для тех, кто где-то еще находится в тьме. И Псалом 15, 8. Псалом 16, 8. Блин, время летит просто жесть. Я даже не успеваю. Это то, что я сегодня хотел. Я дальше девяти не буду. Давайте последний вот этот Псалом. И дальше помолимся. Псалом 16, 8. Псалом 16, 8. Псалом 16, 8. Мы проходим разные ситуации. Мы проходим разные ситуации. И иногда мы сами в них залазим. Там Дьявол даже не будет. Но Господь, он отлично. И мне его нужно видеть. И я должен его видеть. Он даже меня из каких-то обстоятельств вытаскивает. Он оставляет 99, и идет, вытащит эту сотую, которая забудилась, которая куда-то упала, которая куда-то упала. Мне нужно это внутреннее Откровение, и это будет Дьявол атаковать. И это будет Дьявол атаковать. Что Бог тебя оставит. Где ты Господь? Где ты Господь? И так далее. Иногда Бог молчит. Иногда шweigt Бог. Иногда просто тихо, и ты ничего не понимаешь. И ты не понимаешь. Такое ощущение, что он тебя оставил. Он тебя оставил. Мы тоже коснемся этой темы. Мы тоже берем себя этой темы. Но нам нужно просто вот зарядиться этой мыслью и стараться, возрастить туда. И sich bemыть, дай hin zu вошли. Понимаете, все проходят эти моменты, когда все так темно и неприятно. Иисус был 40 дней в пустыне, молился, постился, а в конце вместо того, чтобы Бог пришел, Дьявол пришел. Вообще здорово. На постился. Ему что там сказали? Ты неправильно молишься. Ты неправильно постишься. Молишься к Богу, где дьявол пришел. Где твой Бог? Где твой Бог? Нет, он понимал. Господь со мною. Господь меня ведет. Господь меня выводит. И следующее, это я должен быть теперь с ним. Он-то со мною. А я должен быть с ним. Это должна быть вот эта двухсторонняя связь. Потому что нечистым сердцем, нечистивым сердцем, его мысли будут забыть Бог. Бог закрыл свое лицо. Смотрите, это в Псалме. В немецком это десятый Псалом. Сейчас даже скажу, я специально выделил, потому что это вообще не совпадает с русским. Псалом 10, 4. И Псалом 10, 11. Это немецкие места Писания. Это немецкие места Писания. Русские места Писания это Псалом 9. Сейчас скажу, какие. 25 стих и 32 стих. Вообще. Я как будто внутри вот прям пережил вот это предупреждение, что там опять что-то не совпадает. Я когда открыл, вообще не мог найти вначале, где оно совпадает. Слава Богу. Нашел. Записали, да? Итак, русский Псалом 9, 25 и 32. Немецкий и в немецкий это 10. 10 Псалм 4 и 9. 11. А, 11. Давайте мы их прочитаем. Сначала первое место Писания. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа и говорит не взыщет во всех помыслах его нет Бога. Понимаете? Откуда приходят эти мысли? Вон вовы эти мысли? Просто ну. Я всегда так раньше думал, вот человек приходит, у него такие вот мысли, вот Бог меня оставил, я его не слышу, не переживаю, слышу. И мне так была 我觉得, что вот, бедненькое, вот ты в таком состоянии, но, когда я вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот взглянул, вот сюда вот, я увидел откуда эти мысли? Они от Сатаны, они от Сатан, это дерево на Саде, вот сюда свое быстра threshold, что здесь такая, oubt economy Dobам, И надменный, ну, так говорит. Надменение это от Сатаны. Понимаете? Поэтому, ну, нам реально нужно распознавать врага. И враг часто прячется в такую вот о, да, такая вот несчастная персона, такая вот, ну, жертва, такая вот. Нам нужно у самих себя. Понимаете? Я не буду против этого врага сражаться в твоей жизни. Я могу тебе просто сказать, что это твой враг. Но тебе нужно против этого восстать. Тебе нужно эти мысли прогонять. Потому что это Сатана, который вкладывает их. И в 32-м стихе, в немецком, в 11-м, да, говорит в сердце своем, то есть это не только на уровне разума, это в сердце, это дух оттуда говорит. Это дух оттуда говорит. Держит оттуда. Забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда. Бог, он это не забыл. Он не видит. Он не видит. Он не видит. Нам реально это нужно отвергать. Мы должны это реально отвергать. Это Сатана. Это Сатана. Это то, чего, ну, вообще никак не должно быть в моей жизни. Мне нужно верой принимать, и провозглашать, молиться. Господь, ты со мной, твое лицо открыто. Ты отдал Сына своего единородного, чтобы всякая Завеса разорвалась, чтобы между мной и тобой не было никакой Преграды, за это была заплачена самая дорогая Цена и это самое большое оружие против Сатаны. И 72. Псалом, и мы молимся. Там просто такой мощный мощный такой мощный Impuls очень сильный. Я верю, что через это Бог вдохновит нас сегодня, даст нам мощь, силу. Смотрите, что говорит Псалмопевец. Что говорит Псалмопевец? Это начинается, как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем. То есть это утверждение, это утверждение, это не просто вопрос, это не просто мнение, это то, что есть истинно. Бог благ к чистым сердцем. Это, да, я имею в виду, все, здесь нет никаких сомнений. Даже когда ты проходишь испытания, и ты чистый сердцем перед Богом, то есть ты не скрываешь зло, ты не скрываешь обиду, ты не скрываешь обвинения, осуждения, как Богу, так и к другим, так и к себе, то есть ты не сердце открыто для Бога, то Бог к тебе благ в этот момент, даже если ты проходишь испытания. А я, теперь он говорит, окей, Бог благ, Бог, с ним все нормально. А я, говорит тебе, я, но, в 2. Версии, почти не скрывались мои ноги, почти не скрывались мои стопы, то есть его вера была атакована, его устойчивая позиция была атакована, был какой-то удар на него, так что он чуть не упал в этот момент. И он говорит, почему? И я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Вот он там грешит, он так и так делает, он вот это и вот это делает, а ему ничего за это не будет, и вот как это так? Вот он так и позавидовал здесь. Он смотрел не туда. Тут написано, видя благоденствие нечестивых. Зачем на них смотреть? Почему они дальше делают? Это их дело, с Богом или без Бога, я не знаю, кого как. Мне нужно смотреть на Христа, вникать в себя, в учения, и так я себя спасу, и слушающих меня. А вот этот парень, на нечестивых посмотрел, в них начал вникать. И чем больше он на них смотрел, тем больше искушения у него было. Чуть не упал написано. И дальше он перечисляет, ибо им нет страданий до смерти их, и крепкие силы их, и на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам, от того гордость, как ожерелье обложила их, и дерзость, как наряд одевает их, и так далее, и тому подобное. И 10 стих. Чуть перепрыгиваем, чтобы побыстрее. Потому туда же обращается народ его, Божий народ. Поэтому вендет sich auch sein Volк ihnen zu. Sein Volk, Gottes Volk. Это с большой буквы его написано в русском, то есть речь идет о Господе. И пьют воду полною чашей, то есть наполняются от этих источников. И это будет много вода сомнений, то есть они фулены себя с их целью. Когда смотрят на этих людей, смотрят на это беззаконие, начинают их осуждать, начинают их судить, что это все неправильно, и впадают в этот закон, судят другого, сам начинаешь решить те же грехи, и наполняют, туда же обращается народ его. И говорят, как узнает Бог, есть ли видение у Вышнего. Вот уже эти мысли начали проникать в их сердце. И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сем, умножают богатство. И я сказал, так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои. И вот этот пик этого искушения. Вот здесь он уже реально начинает размышлять. Слушай, а может это нафиг все не надо? Может вообще, что вот, они не напрягаются, они скорби не проходят, они все нормально, а мне зачем это все? И подвергал себя ранам всякий день и облечением всякое утро. Denn я был дохлый день и моя Зюштигун была каждый день там. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. То есть эти мысли ему пришли. Но он говорит, я не стал рассуждать так. Он говорит, я не стал рассуждать так. Я в рассудительности принял решение, терпеть, терпеть так, как Бог сказал мне это делать. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. То есть сам я с этим реально не мог справиться. Созанно я, чтобы это понимать, но это была вероятная милость в моих глазах. Я сам не мог это не разговаривать. Доколе не вошел я в Освятилище Божье и не уразумел конца их. Всегда я видел Господа. Он одеснует меня. Он одеснует меня. С лицо его всегда было предо мной. А я где был в этот момент? В моих рассуждениях. В моих рассуждениях. Я где был? В смотря на кого-то, кто живет в неплагочестивой жизни, и у него все здорово, все круто, а я стараюсь жить свято, и прохожу какие-то трудности, и эти мысли начинают, а надо оно мне вообще напрягаться, и он говорит, нет, 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 нет. Он говорит, нет, 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 нет. Я пошел во Светлище. Я иду соединиться с Богом. И бред его лицом, когда он вошел в его присутствие, в его близость, он понял их конец, то есть куда держат они свой путь, их цель. Написано, так, на скольских путях поставил ты их и не звергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидения по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. То есть вот он, конец, тех, кто живет не божьей жизни, не по божьей муставам, погибли, разорение. И дальше он описывает процесс, который он проходил, все, что было внутри этого человека. Просто вот посмотрите, мы все это с вами так же проходим. Двадцать пятый стих. Когда кипело сердце мое. Кипело? Кипело по-русски. На русском steht gekocht. Mein сердце hat gekocht. Там все кипело оно. Знаете, когда вот крышкой закрываешь, там, фу-у-у, кипит все внутри. Вот кипела внутри меня, настолько было все напряженно. Такое давление внутри меня поднялось. И терзалась внутренность моя. Тогда я был невежда и неразумел. Как скот был я при тобой. Когда эмоции нас переполняют. Когда мы не в состоянии держать под контролем. Когда мы как этот чайник, перекипевший, все вылазит из нас. Здесь написано, как животное. Животное, оно не понимает. Оно инстинкты двигает. Там ни духа, ни здравого разума нет. Знаете, что первое, что умерло в Иисусе ради нас. Это было не на Кресте. Это было даже не там, где его избили плетели. Там, где была пролита кровь. Первая кровь была пролита в Гефсиманском Саду. Когда умирала его душа. Когда умолился и кричал к Отцу. Смертельно скорбит душа моя. Настолько все начало кипеть внутри него. Такая атака. Такое искушение. И все чувства, эмоции начали там вах. А он смирял себя до смерти. Там были первые пролиты Капли крови. В крови наша душа. В крови наша душа. Там были убиты, эмоции Иисуса. И это то, что происходит в жизни христианина. Самое первое. Должно уберить твои эмоции. Вот эти плотские, греховные. Которые пытаются тебя сподвинуть на неправильные действия. Когда это произойдет, пойдет дальнейший процесс. И вот об этом он здесь и говорит. И дальше он говорит. Я был хоть как и скот в этот момент. Все внутри поднялось. Я потерял контроль над собой. Но. 23 стих. Там есть одно но, которое меня тоже спасает всегда. Меня это но всегда спасает. Умзиам рассказывал, как я на одной фирме работал. Семь раз ходил в туалет молиться, потому что эмоции меня переполняли. Мой чайник вот так же кипел. Мой теекессел hat auch so gekocht. И здесь написано. Но я всегда с тобою. Вот оно решение. Вот она победа. Победа над эмоциями, над всеми чувствами, которые толкают меня. Я с ним. И ты держишь меня за правую руку. И ты hältst mich bei meiner rechten Hand. Аминь. Аллилуйя. Аминь. И тогда ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу. И славы в славу мы переходим. И славы в славу мы переходим. Я уже так предвкушаю эту тему. Меня так потихонечку... Кто мне на небе, он говорит. И с тобой ничего не хочу на земле. Меня ничего не интересует. Только ты. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Wenn мне auch Leib и Seele vergehen. Бог твердыня сердца моего. И часть моя. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. По-русски интересно написано. Они сами себя удаляют от него. Не он их от себя удаляет. А они себя от него удаляют. И они гибнут. Ты истребляешь всякого, отступающего от тебя. А мне благо, приближаться к Богу. Мне, но истинное место к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои во вратах череп. Череп сионовой. Давайте мы помолимся. В этом ключе помолимся. Чтобы Бог нас вел. Чтобы нам пройти все испытания. Достойно. Так, как он хочет. Чтобы мы не ходили по кругу. Чтобы мы не погибли в пустыне.